Девушки отдыхают Дима! Отец! Вы знаете, дядя Игорь, мам, ведь не родной брат, сводный. Бабушка вышла замуж за Сергея Кирилловича, когда мама школу заканчивала. Но понимаете, за это время Сергей Кириллович опустился совершенно, на вид стал чистый бомж. Да и характер скверный. А за Сергеем Кирилловичем часто наблюдали склонности к насилию? Склонности к насилию? Да вы что? Он мухи не обидит. Вы знаете, мама рассказывала, что в детстве, когда дядя Игорь был маленький, бабушка дала ему подзатыльник. Так Сергей Кириллович неделю с ней не разговаривал. Говорил, ты злая женщина, как можно бить живого человека? Он заполошенный, но не злой. Если вы думаете, что он имеет отношение к смерти Илоны, вы ошибаетесь. Кто же имеет? Затрава. Кто же еще? Это очередная попытка надавить на мать. Простите, пожалуйста. Да, алло. Слушаю. Что? Что вы сказали? Зазвонили из садика, сказали, Тимка пропал. А надо ехать. Срочно надо ехать. Я с вами. Отец говорит, ругаться он хотел на родню-то. Да не мог. Только руками махал. Почему не мог? А потому, что он обед дал. Ни с кем до самой смерти ни слова, ни под слово. И от имени своего отказался. Перед тем, как в лес уйти, по деревне ходил и рассказывал. Я, говорит, имени своего не достоин и в лес иду, чтобы имя заслужить. Так. Заслужил. Ну, а как же. Двадцать лет ни слух, ни дух, а тут вышел. Весь в парше, падлый, аж до земли. Ну да. Двадцать лет в лесу. Ну да. Вышел. Да как зарычит. Все перепугались вначале. Думали, а потом поняли, что он не может сразу говорить-то. А потом откашлялся, отречался и говорит, слово дает мне было, что могу я имя взять и звать меня теперь Лука. Так. Подожди. А до этого его как звали? Да Тихон. Тихон. А отчество я даже и не знаю. А как в лесу жил, так его вообще никак не звали. Ага. Дальше. Ну еще дальше. А дальше сказал вот это все, да и упал посреди улиц, да и помер. Все деревни хранили. Камень к нему, на могилку через весь лес, в лакуши тащили. Ну вот. Ничего себе. Пошли. Тут, говорят, раньше капище древнее было. Язычники, стало быть, своим богам поклонялись. А ты чё такой невеселый-то? Ты ж хотел могилу Луки. Вот она. Могила. Да не могилу Луки, я ищу. Чёрт. 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 Чёрт, дыр. Слышишь, тебе холод надо переносить, приложить. У меня, когда в детстве носом кровь шла, мне бабка всегда лёд прикладывала. Нормально всё. Нет, и парень бы и к камню тоже не прислонялся, а то печку почки застудишь. Слушай, у нас как-то баба одна, Мухадоевская, тоже так сидела, от бесплодия лечила, понимаешь? Так я в больницу лезю. Слушай, какая баба ещё? Я тебе говорю, Мухадоевская. Ну, из Мухадоева. Я фамилии не знаю. Мухадоева. Ну да, Мухадоева. Это Силова у нас там, за лесом. Она, понимаешь, она ребёночку очень хотела. Ну вот. А ей кто-то наболтал, что камень — это чудо-ресенья силой обладает. И эта дура и полезла сидеть на него, понимаешь? Мухадоева. А он камень и камень. Холодный только. В результате она в больнице, и я касалась. Мужик. Я тебя люблю, мужик. А ты чего, парень? Отлично всё. Где Мухадоева? Я ж говорю, за лесом, вон там. Погнали. Погнали. Э, куда ты? Давай, 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 погнали. Тимон, он со всеми детьми вместе играл. Вот он. А потом я повела детей на мир. Стала строить. Я смотрю, а ребёнка нет. Одна лопаточка только валяется, и всё. Больше ничего нет. Ну ладно, ладно, ладно. Валентина Николаевна, всё, мы с вами свяжемся. Спасибо. Я даже не знаю, чем помочь. Правда. Спасибо. Ну что у тебя? Да всё по-прежнему. Был, а потом пропал. Видела посторонних? Нет. Дети говорят, что видели какую-то красную машину. Ну что, спокойно, не дёргайся. Красную машину? Да, красную машину. У затравы красная машина. Ну и что, что у затравы красная машина? Я знаю, что у него красная машина. Да что, что, что? Надо затраву этого за жабры брать. Телефон ставь на прослушку. Пошли, ребят, чтобы обыска сделали в доме. Как у вас у всех, у детективов, всё просто. Хочешь прослушка, хочешь обыск. Сначала надо постановление получить. И неизвестно, дадут ли. У меня вон, кроме показаний этих детей, нет ничего. Так, ребят, быстрее заканчиваем. И с охранником ещё поговорить. Идём, идём. Мама. Эдя. Эдя, ну не изводи себя ты так. Но если похитители позвонят, ты же первая об этом узнаешь. Ну иди, иди отдохни. Мама, я не хочу. Ну делай, как знаешь. Эдя. Мне всё время снится один и тот же сон. Будто я плыву по реке. Ночь, вода холодная, течение быстрое. И понимаешь, я плыву, 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 а берегов всё нет. Нет. И вдруг я понимаю, что берега вообще здесь нет. Это... это знак? Нет, мама, нет. Всё будет в порядке. Конечно, конечно, всё будет в порядке. Я говорила тебе, что нам надо их отправить во Францию. Ты была права. Я постараюсь всё сделать для того, чтобы... Да не надо ничего делать, Эдя, милый. Но ребёнка ищут. Его ищут все. И полиция, и детективы, волонтёры. Все ищут. Эдя, ищут. Алло! Да. Это тебе. Приёмная вице-мэра. Алло. Да, это я. А Ольга Степановна где? У Ольги Степановны давление подскочило, когда она про Тима узнала. Лежит пластом. В итоге все остались без ужина. Интересно, как вы можете говорить об ужине в такой момент? Ну, если я не буду думать о какой-нибудь ерунде, вроде ужина, я доведу себя до нервного срыва. А это никому не нужно, тем более Тиму. Хватит того, что Эдик сидит весь вечер у телефона ждёт, пока похитители позвонят. Совсем извёлся. А я должна быть сильной. Я ведь должна его поддерживать. А давайте я ему помогу. Умеете готовить? Немного. Ну, вон режьте помидоры тогда. Ну да, бери ребята на выезд. Едем в Малаховку. А что там? Я думаю, там Степан Затрава держит ребёнка. Вот постановление. На обыске задержания. Видимо, Гольц постаралась. Мужики из прокуратуры говорят, что там кто-то с самого верха звонил. Ага. Гольц. Гольц. Сошло всё слишком далеко. Пора сворачиваться. Что? Реально сворачиваться? Десять минут назад мне звонили из дома Гольц. Она, оказывается, большая подруга с вице-мэром. Сидёшь, меня прямо здесь могут забрать под белые рученьки и оформить за торговлю наркотиками или за изнасилование малолетней. И ничего не докажешь. Вопросы? Вопросов нет. Всё, сворачиваемся. Заворачиваемся. Жора? А что вы здесь делаете? Работаю. Евгения Генриховна легла, а мне вот поручила подготовить документацию для налоговой. Что-то не похоже Жору, что это ты налоговый. Я уже заканчиваю. Подождите. Так это же… Жора! 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 Так это ты работаешь на затраву! Где Тимка? Где мой сын? Он вообще не твой сын? Пусти, идиот! Задушит! Где Тимка? Всем стоять! Руки! Руки! Вы задержаны! Стой спокойно! Слышите! Руки за спину! Пошел! Все чисто. Ребенка нигде нет. А точно все смотрели. Подвал. Гараж. Подсобные помещения. Так точно. Пусто. Ну что? Я свободен. Точно все смотрели? Так точно. Точно все смотрели. Хотели крест поставить, да побоялись. Не дай Бог увидят, кто разроет могилу. Скажут, вы же ее и убили. Я вместо креста Рябинку здесь посадила. Мы в церкви сорока уст заказали. Сделали все, как надо. Девятый день поминали, сороковой тоже. А когда ее нашли, может быть, какие-то вещи были? Нет. Ни денег, ни документов. Как с неба упало. Ясно. А одежду куда дели? Сожгли. Я из дому принесла чистое платье. Ее-то одежда вся в крови была. Грех в таком человека в землю класть. Ясно. За год до этого муж смородину от жучка опрыскивала. Видно, перестарался. Все кусты погибли. Мы потом еще целую неделю на огороде птиц мертвых собирали. Тоже бедные потравились. Но весной мы новые кусты посадили. Муж с зятем в лес пошли за жертями для подпорок. А там эта девочка. Земля и пух. Я за рулем. Как, говоришь, звали ее, Элина? Хоть имя узнали. Я ведь не надеялась. Я-то сперва все новости смотрела, газеты читала. Думаю, ну, хоть что-нибудь сообщат о пропавшей девочке. Ничего. Ничего. Извините. Не любит вспоминать про это. Плачет. Да и я тоже, сказать по правде. Ладно. Шесть лет прошло. Когда мы ее нашли, она без сознания была. Одежда у нее вся была рваная. Вся в синяках была. Ее, видно, сильно били. Но это не самое плохое, что с ней было. Ее не только били. Но ты знаешь, в войну немцы у наших людей на спинах звезды вырезали. Так вот, у девочки этой тоже вырезали. На животе. Так что у нее на животе была вырезана звезда? Нет, нет. Не звезда, нет. Такое вот, вроде солнца. На свастику похожее. Я почему, про фашистов-то и вспомнил. Ясно. Извини. Ты знаешь, я афган прошел. Я много чего видел. Но вот такое. Она ничего не говорила перед смертью. Ты знаешь, она, она почти сразу умерла. Но ребенок родился живым. Какой ребенок? Ну вот, сейчас чаек будем пить. Садитесь. А как вы узнали, что это мы ее нашли? Мы ведь никому не говорили. Я не узнал. Догадался. А-а-а. Серега! Ты меня слышишь? Слышу, слышу. Я говорю, мальчишка пропал. Выкуп не требует. Никаких звонков. Вообще ничего. Так, Серый, давай. Через три часа встречаемся. По дороге Кольц. Село Ромашково. Понятно. Ромашково. Ромашково. Просто невозможно. Просто невозможно. Да уж. Теперь все стало на свои места. Вот семейка. В общем, ясное дело. Дело ясное, что дело темное. Я тебе одно скажу, Макар. Я впервые видел мать, вы, которую похитили ребенка такой спокойный. Что дальше делать будем? Что делать? Едем в Гольц, отчитываемся о проделанной работе. А там пускай решают, что хотят. Погнали, труба зовет. Нет, труба в постели зовет. Я со вчерашнего утра на ногах. Серега, давай все. На том свете отоспимся. Наташа, я попросила бы вас выйти. Нет, нет. Пусть Наталья Ивановна останется. Хорошо. Так вот, шесть лет назад ваша дочь уехала из Москвы с неким Данилой Солнцевым. Это не было похищением. Она уехала добровольно. Вот досье на Солнцева. В общем, Солнцев состоял на учете в психонейрологическом диспансере. Лежал в больнице. Люди с таким диагнозом не являются социально опасными. Они отличаются красноречием и очень убедительны в своих идеях. И к тому же Солнцев был красив. Вы его нашли? Нет. Он объявлен в розыск. Так что, я думаю, это дело времени. Так вот, у Солнцева было свое учение. Псевдорелигия. Раз в год он собирал группу людей и водил их, как он говорил, по святым местам. Ходили пешком, паспортов при себе не имели. Солнцев приказал отказаться от имени. А почему Элина пошла с каким-то сумасшедшим? Я думаю, Элина была влюблена в него. Конечно, через какое-то время она поняла, куда попала. Или, может быть, узнала о женщине, которая была найдена в лесу. Что? Ну, ее держали. Ее били. Люди, которые нашли ее в лесу, сказали, что она была избита. Господи, моя девочка. Так ее нашли? Те, кто ее нашел, сказали, что она была без сознания. Ваша дочь умерла у них на руках, не приходя в себя. Но ребенок родился живой и здоровый. Какой ребенок? Вы сказали, ребенок? Ваша дочь была беременна. И я почти уверен, что отцом ребенка является именно Данила Солнцев. Он жив? Его подобрали те же люди, которые нашли вашу дочь. Они были уверены, что Элина простая бродяжка, и что ребенка никто не хватится. Да. Ваши родители, Наталья, скрыли эту историю. А при чем здесь ее родители? Элина похоронена в деревушке под названием Муходоева. Это родная деревня Натальи Ивановны. А ее родители и есть те люди, которые нашли вашу дочь. Это так, Наташа? Отец с мужем тогда пошли в лес за жердями, а потом бежит папа и кричит «давайте скорей за мной». Он хотел вызвать милицию, но мать не дала. Она вся в крови лежала, а рядом ребенок. Мы сначала думали, что ребенок тоже мертвый, а он заплакал. Я ребенка больше всего на свете хотела. Я молила Бога, чтобы он послал нам чудо. И он послал Тимку. Как вы сказали? Кого? Да. Тимофей ваш внук. Боже мой, боже мой. Но я ничего не знала. Боже мой, этого не может быть. Я клянусь вам, я могла встретить кого угодно, но я встретила Эдика, и он привел меня сюда. Быстро за ней. Ага. Евгения Генриховна. Нашиджи, как я могу. Господи. Господи. Евгений! Шустрая бабушка. Так, быстро в машину, за ней. Над, а что случилось-то? Я по дороге все объясню. Садись в машину. А-да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это поворот на Челково. У нас там что-то типа фермы, подсобное хозяйство. Дорогу покажешь? Вначале налево, а дальше я покажу. Ага. Не велено охранять. А я плачу добром за добро. Они в любой момент могут прийти. Они приходят, чтобы убить. А я охраняю. А я охраняю её. А они приходят в любой момент. Любить могут. Добром за добром плачу. А как же иначе-то? Никак. Ух. Добром за добром. Держи, смотри. Вкусно. Дружище, дружок, ты где? Смотри, что есть у тебя. На, дай, дай. Хорош. Они пришли. Что купить? Я охраняю. Я охраняю. Добром за добром плачу. Добром за добром. Добром за добром. Да. Ай! Я охраняю. Я. Что? Да как же это? Ой-ой-ой! Тихо. Что ж здесь? Мужик, бужье опусти. Спокойно. Спокойно. Тихо, 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 дёргайся. Господи, Тимофей! Тима! Тима! Он чистый! Мама! Что с ним? Мама! Так, давай машину его, я скорую вызову. Хорошо. Тимка, родной мой! Все хорошо! Все хорошо, мой маленький! Я рядом, я с тобой! Все хорошо уже! Боже мой, все хорошо! Я рядом! Я рядом, мой хороший! Физических повреждений нет, насильственных действий над ребёнком, слава Богу, не совершалось. Сейчас у него шок. Я ему дал успокоительное, поэтому пару часов ребёнка не беспокойте. Лучше всего, пускай он поспит. Я советую обратиться к детскому психологу. Такие травмы бесследно не проходят. Хорошо, спасибо. Если вы хотите, вы можете поехать с мамой. Наталью Ивановну мы отвезём. Наталью Ивановну, поехали? Все, пойдём. Пойдём. Пойдём, мой хороший. Что за странная семейка? Снаружи все чинно, благородно надели просто какой-то клан Сопрано. Ну что? Затрава вместе со своими рейдерами. Я там с ним просто дети. У него хоть мотив есть. Человек грызётся ради бизнеса. Всё понятно. А тут похитили ребёнка. Кому? Зачем это надо? Непонятно. Илюшин, ты езжай. У меня здесь дело. Уборщицу эту тоже прикончили. Кому она мешала? Я этого Гришу в доме видел. Он с фирмы продукт привозил. Повариха говорила, его в чесне контузило. Вот и мерещатся враги. Гольц с его мамой дружила. Вот и приютила. На свою голову. Значит, это Гольц устроила похищение. Похоже, что так. Кому это надо? Зачем ей это надо? Послушай, капитан, а вещи Ветровы у тебя? Конечно, а где-нибудь-то? Это же вещдоки на складе. Тебе они зачем, а? Мы всё смотрели, есть опись. Ну, видишь ли, в чём дело. Затрава Ветрова не убивал, так? Ну. И секретарь Гольц это подтверждает. В доме я всех опросил. Глухо, значит, я что-то упустил. Надо начинать сначала, а? Начали мы? С чемодана Ветровой? С чемодана. Поехали. Спасибо. Спасибо. Пока. Подожди, а чеки? Чеки? А, завтра. Куда? Завтра верну. Завтра! Вы родственник Гольц? Да, я её сын. Подождите, как она? Вашу маму прооперировали. Сейчас она в стабильном состоянии. Но, думаю, что после такого ранения речь вряд ли восстановится. Поражён мозг, возможно, потеря памяти и паралич. Река без берегов. Что? А? Нет, ничего. Угу. Держитесь. Держитесь. Вспомнил сон. Я должен был остановить её. Ты ничего не мог сделать. Нет, я должен был. Эдик. Эдик. Эдик, ты никому ничего не должен. Твоя мать всю жизнь всё решала сама. Она так решила. Я её не узнал в начале. Захожу в палату, смотрю. Старуха какая сидит. Я подумал, а где же мама? А потом понял. Мам больше нет. Есть только эта... Старуха. Не только. У тебя есть я. У тебя есть Димка. Все наладится, я тебе обещаю. Все будет хорошо. Домой собираешься? Да надо с убийством Ветровой разобраться. Хлеб. 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 Я не понял. Что? Зачем одинокой девушке шесть буханок хлеба? Не просто шесть буханок. А шесть буханок на каждый день. Нормально. Шесть буханок. Ой, Сереженька, добрый день. А я бульон варю для Женечки. Доктор сказал, ей полезно. Хе-хе. Как это называется, Ольга Степановна? А? Как называется? Это мед. Я ему на крышку кастрюли кладу, когда капусту солю. А где вы его нашли? За окном гостиной. А вы, случайно, не этим камнем убили Ветрову? Ветрова догадалась, что вы обсчитываете хозяев, и что часть денег, которые вам подают на хозяйство, вы кладете себе в карман. Как вы узнали, что Ветрова догадалась? Она сама мне сказала. Она сказала, что собирала чеки, я их выбрасывала, а она их… Она находила их в мусорном ведре. Ну да. Всего-то надо было собрать чеки за неделю и подсчитать общую сумму. Наверняка Ветрова знала, сколько вам выдают на хозяйство. Женечка все суммы записывала в тетради. Вы же ведь не отчитывались, да? Вначале отчитывалась. А потом Женечка сказала, что не собирается собирать голову такой ерундой. Конечно. Откуда ей знать, сколько стоит молоко и сыр? Вы ничего не понимаете. А? Я так хотела собрать немного денег. Я так хотела пожить в Греции, на берегу среди сосен. Там такой теплый песок. Ветрова собиралась обвинить вас в выровстве. Вы не знаете Женечку. Если бы она обо всем и знала, она не только выгнала меня, но и посадила. Я заберу это на экспертизу. Наверняка эксперты найдут на нем следы крови Ветровой. Сереженька? Да. А что со мной теперь будет? Ну, это решит… Там такой теплый песок. В общем, нашли Данила Солнцева. Где он? В морге. Множественные ножевые. Кто его? Бывший паломник Иван Кандебайлов. Ну, помнишь, я тебе рассказывал? Припадочный из репцентра? Да. Видимо, таким образом решил грехи замаливать. Сначала Солнцева прикончил, а потом и с собой порешил. Сумасшедший дом. Паломники. Гольцы своими знаками. Слушай, я сам чуть в эти знаки не уверовал. Серые знаки – это ерунда. Тут правда, если посмотреть на эту семейку, то реально в судьбу поверишь. Ты прикинь, Элину убили черт знает за сколько километров от Москвы в лесу. Но ее ребенок спустя годы снова попадает в тот же самый дом. Привет, Тимофей. Здрасте. Что это у тебя тут? Это для Джека. Мама сказала, надо область Еду, чтобы он пришел в дом. И что бабушка его полюбит. Так. Макар, здравствуйте. Здравствуйте. Тимофей, поднимайся в дом. Я знаю, шиповник совсем завял. А, да. Это все от Морозов. Жалко, конечно. Эдик его очень любил. Эти кусты еще. Его бабушка сажала. Как сказала бы Евгения Генриховна, это плохой знак. Ну, пойдемте в дом. Как она? Полный паралич. Кто ж теперь заведует бизнесом? Эдик. Ага. Макар, мы с Эдиком хотели попросить вас кое-кого проверить. Кого же на этот раз? Эдик хочет взять на работу нового секретаря. А вы же помните эту историю с секретарем Евгения Генриховна? Да уж. Поэтому вот об этом человеке мы хотели бы иметь полную информацию. Не вопрос. Про гонорар вы знаете, про договор тоже. Значит, договорились. Я не верю в числа. Я верю в знаки. Я тебе одно скажу, Макар. Я впервые видел мать, которую похитили ребенка. Такой спокойной. Это для Джека. Мама сказала, надо класть Сиду, чтобы он пришел в дом. И что бабушка его полюбит. Все кусты погибли. Мы потом еще целую неделю на огороде мертвых птиц собирали. Как же я сразу не догадался. Вы о чем? Вы же все подстроили. Вы прекрасно знали, что Гольц во всем следует знакам. Что собаки в ее цепи – это знак беды. И тогда вы прикормили ту бродячую дворнягу, чтобы Гольц наткнулась на нее и наверняка увидела в этом знак. И все просто. Вы прекрасно знали, что похищение – дело рук вашей собственной свекрови. Что она ничего плохого мальчику не сделает. Вы спровоцировали ее на этот ужасный необдуманный поступок. Чтобы ваш муж своими глазами увидел, какой ужасный человек – его собственная мать. И почему же она так не любит ребенка? Зачем? Вы хотели жить ее сосвету, чтобы стать полноправной хозяйкой дома. Да, Наталья Ивановна, поздравляю. Вам это удалось. Шиповник тоже этим обрыскивали? Я вас не понимаю. Все вы прекрасно понимаете. Наталья Ивановна, я тут подумал, а если ваш муж вдруг узнает, что его мать оказалась в инвалидном кресле вашими стараниями, что вы вышли замуж из-за денег? Вы ничего не знаете. Но вы же прекрасно понимаете, что если я возьмусь за дело, я доведу его до конца. И все доказательства предъявлю вашему мужу. Зачем? Потому что он порядочный человек, а вы вертите им, как хотите. И меня тут пытаетесь водить за нос. Что вы хотите? Я хочу правды. Ладно. Вот вам правда. Да. Мы действительно познакомились не случайно. Так. Я искала родственников Элины. Она попросила меня об этом перед смертью. Так. Элина… Элина Гольц… Расскажите моей маме… А где она? Где мне ее найти? Я искала ее семью, чтобы все рассказать. А Тимофею я рассказывать не собиралась. Нет, они… Они могли бы его отобрать. Да, семья оказалась богатой. Да, я хотела, чтобы Тимофей рос, ни в чем не нуждаясь. Я познакомилась с Эдиком. Сделала все, чтобы ему понравиться. Я так понимаю, это было нетрудно. Да, но есть одна вещь, которую я никак не планировала и не ждала. Какая? Макар, я действительно очень сильно люблю своего мужа. И все, что я сделала, это не ради денег. Я просто хотела, чтобы ее мать наконец отпустила его. Чтобы она позволила нам жить своей жизнью. Вот и все. Эдик, очень тяжело переживаю то, что случилось с его матерью. И если он узнает, что это все из-за меня, он… Он просто не переживет, вы понимаете? А он это заслужил. Это я во всем виновата. Это я. Это меня надо наказывать, а не его. Да вы хоть понимаете? Семейка, всего доброго. Господи. 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 Господи, я должна быть сильной. Я должна быть сильной, да. Да, я должна быть сильной. Я… Господи, если б я могла все исправить. Господи, если б я могла… Что теперь делать будешь? Не знаю. Формально ей предъявить нечего. Она никого не убивала, ничего не украла. Только Гольц усадила. В инвалидное кресло и бизнес к рукам прибрала. Илюшин, ты должен все мужу рассказать. И что, Серый? Что мы этим добьемся, а? Я тебя не понимаю. Она не может просто так взять сухой и выйти из воды. Преступление автоматически предполагает наказание. Еще Федор Михайлович говорит. Да, Сережа, она и так достаточно наказана. Понимаешь? Посмотри на Гольц, посмотри на ребенка. Если мы мужу расскажем, мы окончательно изуродуем ему всю жизнь. И ребенку, кстати, тоже. Что ты решил? Дадим ей шанс хотя бы отчасти исправить то, что натворила. Угу. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok